Всем привет! Сегодня поговорим о том, что такое под-типы. В языке C++ под или plain old data. Ну, в простонародье сокращенно, да, говорят под, либо же говорят простая структура данных, либо простые типы. Ну, скажем, в языке C все типы являются простыми, да, а вот в C++ не все типы являются простыми. И, конечно же, важно понимать, ну, не так уж, чтобы сильно, но желательно знать, какие типы являются простыми, а какие нет. Потому что, потому что у простых типов есть некоторые преимущества, то есть компилятор может оптимизировать, может создавать и конструировать типы еще при компиляции. Вот, то есть под-типы можно собрать при компиляции. Дальше эти типы очень легко копировать, также их легко передавать в другие процессы, потому что это просто набор данных. Так вот, что же такое простой тип данных? Ну, в C++ простым типом подом являются те типы, у которых нет, скажем, конструктора, либо конструктор тривиален. В данном случае под тривиальностью конструктора подразумевается то, что конструктор ничего не делает, либо он по умолчанию. Ну вот, в данном случае конструктор тривиален, просто его здесь нет. вот здесь же конструктор есть по умолчанию то есть он будет сгенерен по умолчанию соответственно для компилятора это тоже является поддает типа дальше 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 а дальше давайте я наверное говорить не буду вы сейчас нажмете на паузу и отметите для себя какие из этих типов поддых а какие нет вот и так нажимаете на паузу но если вы меня слышите значит вы не нажали на паузу значит нажимайте на паузу еще раз ну а потом продолжим то есть вы сейчас просмотрите типы и отметить для себя какие под а какие нет если ваши ответы совпадут с моими значит у вас все хорошо в понимании ну-ка жмакаем паузу ну надеюсь вы успели все сделать и теперь продолжим так вот под что такое под да ну типы у которых конструктор тривиален либо определен по умолчанию то есть либо вы его не написали либо написали равно дефолт также это касается и конструктора копирования по умолчанию и оператора присваивания и оператора перемещения то есть в самом лучшем случае к примеру вы тут здесь ничего не написали знаешь все является по умолчанию либо руками написали дефолт дальше по д типы те типы у которых к примеру нет virtual вот так как если есть virtual то это уже не простой тип дальше те типы у которых все члены открыты да то есть имеют либо модификатор пабло паблик если это класс либо сеть и структура просто ничего вот в данном случае вот это у нас уже не под тип потому что здесь есть второй член g который protected а здесь к примеру он private дальше имеет к пример не под тип это тот тип у которого есть к примеру указатели либо ссылки не под тип это тот который имеет типы данных которые тоже не являются под данном случае str вот string std-шный string он не простой он имеет свой конструктор он имеет конструкторы копирования нетривиальные операторы присваивания и т.д. и т.п. но если это статические данные то они как бы к объекту не относятся соответственно в этом случае s12 является под типом дальше вот здесь к примеру s14 он не да нет 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 вот s13 он не s15 вот s15 он является не под типом почему потому что в s1 есть данные а мы наследуемся от s1 и в s15 тоже есть данные вот ну и так далее и тому подобное то есть смотрите под типы не члены не имеют не защиту ну открыто да то есть не под правил или protected нет указателей ли ссылок нет явно написанных операторов примеру присваивания нет явно написанных конструкторов копирования операторов перемещения поля не статичны но принципе если статичны то это к делу не относится виртуальных методов нет в том числе и деструктора и в том числе по наследованию потому что к примеру если вот здесь s13 наследуется от s1 а вот если в s1 добавить virtual то s13 из пода превратится в не под так вот фишка в том что вот эти под типы они так сказать предсказуемы в памяти и эти типы либо же массивы до этих объектов но объектов этих типов легко скопировать используя по битовое копирование так давайте сначала пробежимся по типам вы сравните со своими результатами вот 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 то есть можете на бумажечке сейчас написать вот это плюсик или минусик над каждым из них а потом вернуться вот сюда вот сюда и сравнить либо же давайте я сделаю вот так вот вы можете нажать на паузу и посмотреть так вот нами надеюсь вы это сравнили для себя и и и чему что-то новое узнали так вот для чего же нужна эта информация ну как минимум для написания эффективных программ смотрите дело в том что вот в начиная с си плюс плюс 11 по моему стандарта появилась такая штука штука не то нажал да вот даже заголовочный файл и тут написано и тут написано что он с 11 стандарта появился ладно смотреть его не будем дело в том что появилась вот такая возможность проверить тип под ну простой или непростой и как вы видите уже здесь то здесь как минимум можно проверить тип и можно скопировать массив примеру здесь массивы до используя побитого и копирование это гораздо ну не то что гораздо но это быстрее чем если это делать в цикле вот соответственно уже как минимум для этого нужно знать что такое под и при возможности возможно где-то модифицировать свою программу и возможно там где у вас есть большие массивы данных просто превратить их в под типы до под тип ну массив под типов чтобы к примеру делать быстрое копирование точно также можно и примеру делать быстрый сброс данных на диск но это временное временный сброс потому что если вы программа скомпилированная под windows сохранит ну с помощью пример опять-таки мем копи в файловый поток если сохранит какие-то данные то программа та же программа собранная под другой архитектуры это может быть linux или windows 32x а там было 64 разные настройки компиляторов короче из-за выравнивания данных данные могут отличаться но работая в рамках одной операционной системы и для быстрого сброса данных на диск для того чтобы их скажем через несколько итераций или в другом потоке считать то тоже вполне себе можно быстро сбрасывать с помощью моему копии они в цикле вот то есть вот из под мы указываем тип и две точечки value и если это true знаешь тип простой вот соответственно соответственно вы можете с помощью этого проверить ну а на сегодня все в принципе по под типом я думаю мы поговорили то есть под тип для простоты понимания это все ну грубо говоря да грубо говоря где нет virtual и все открыто да нет всяких конструкторов оператора присваивания и т.д. и т.п. функции могут быть ничего страшного если функция будет она к типу не кас не относится вот ну а теперь точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока